Меня зовут Сергеенко Инна Владимировна, я мама ребенка с аутизмом, я человек, который считает, что мы можем все делать сами и не должны ждать милости Инна. Придем нас, его сына мы узнали в Израиле, потому что здесь нам говорили, что мальчики всегда поздно говорят, много беспеспокоило только то, что он не разговаривает. Что могу сказать? Это реально очень страшно. Очень страшно знать, что твой ребенок, возможно, инвалид на всю жизнь. Когда ты не знаешь, что он заговорит или не заговорит, он сможет ходить в туалет, не сможет ходить в туалет сам, сможет как-то найти себя в обществе или нет, то, в общем-то, это страх, отчаяние, это депрессия, наверное. Меня зовут Миша, мне 8 лет. Моя мама и я занимаемся проблемой с болезнью аутизма. У Ольга, когда я был маленьким, все уже разговаривали, а я нет, когда должен был заговорить. Это было тоже дело рук аутизма. У него очень сложные шаги было научить его говорить. Это было очень важно для нас, услышать его реакцию. Сейчас сложно общаться с человеком, когда у него нет реакции. И работали над этим и долго, это было больше двух лет, пока он стал говорить первые слова. Это было такое счастье, когда он заговорил. Очень страшные моменты были, когда ему было где-то в районе 5-6 лет, он уже говорил, но так еще не очень хорошо, но говорил. И он стремился играть с другими детьми, но он не понимал правила игры. А дети, они достаточно жестоко относятся к слабым, и они сразу начинали его как-то там обижать, прессовать. Даже он не понимал. Это я стою, и мне больно, потому что я понимаю, что они его просто гнобят, оскорбляют, что-то такое делают. А он меня понимает. И это, конечно, я все равно позволяла ему немножко быть в этом обществе. Подходила к детям и говорила так, смотрите, вам 8 лет, а ему 5. Ну, он просто маленький. То есть я пыталась им так объяснить, что он просто еще малыш. Ну, и как-то так, когда они немножко меняли свои отношения, для детей это понятно, что этот маленький. Мы его не прятали. Ну, когда не прятали, мы все время родили его в солнце. Когда нам, слава богу, разрешили ходить в садик вот к нашим теперешним партнерам, я думаю, что у них были проблемы. Я думаю, что родители, наверное, жаловались. Но они никогда мне не сказали об этом. За что я очень благодарна. С детским садом мотивация была такая. Ну, вот мы узнали о диагнозе, прошло несколько месяцев. Почитали, поварились. Я стала искать, что в Киеве есть. И тут у меня вот как-то родилась идея, что должно быть вот все в одном месте. И вот возникла такая вот идея этого детского садика. Пошла вот к своим этим друзьям, у которых детский сад, и школа с лицензией, и все. Говорю, ребята, вот такая вот идея. Давайте сделаем еще. Ну, давайте. Стали всем заниматься. Пошла какая-то публичность. Я начала читать лекции. В общем-то, жизнь, конечно, стала интереснее. Как говорит теперь мой ребенок, когда я его спрашиваю, когда я его спросила, говорит, зачем родители детям? Ну, они, эти статьи не очень практичны. Он сказал, ну, как зачем? Что нас кормили по имени и обучили. А я спросила дети тогда, зачем родителям? Ну, это чтобы вам не скучно было. Ну, вот нам не скучно. Вот настолько хорошо реабилитировать, как вот в нашей семье. Это не очень частый случай, к сожалению. Поэтому сказать, почему нам удалось, не знаю. Много сил вложено, это правда. Ну, вот у нас получилось. Я захотела стать врачом, который лечит болезни, который легко распространяется. Я хочу изобрести для каждого молодость. Для всех сделать, чтобы все жили намного дольше. Ну, я могу сказать из своего опыта. Каждая ситуация нам дается не за что-то, а для чего-то. Когда человек говорит, для чего мне это? Это для развития. Любая ситуация нам дается для развития. Это же самое тяжелое. Любая ситуация нам дается для развития.